Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня, как вы знаете, в России праздничный повод отмечается 23 февраля. По этому поводу и случаю хочу поздравить всю мужскую половину нашего трейдерского сообщества. Мужики с праздником. Поэтому также случаю сегодня компания Markets довольно щедра на бонусное предложение. И, в принципе, кого интересует, кто хочет увеличить покупательскую способность депозитов, вам, собственно, до конца завтрашней торговой сессии, то есть до конца этой недели, доступен бонус на пополнение в размере 23%. Я считаю, что таким предложением стоит воспользоваться. Ну а теперь давайте переходить к анализу основных фундаментальных событий, того, что же у нас было интересного в рамках прошлой торговой сессии. Перечень активов стараемся разнообразить, по максимуму использовать те инструменты, которые представляют спекулятивный интерес. Я уже неоднократно оговорил то, что если есть какая-то особая заинтересованность в дополнительном инструменте, вы, пожалуйста, в порядке обратной связи, либо на форуме Markets в аналитической ветке, либо на канале на YouTube, где мы выкладываем, собственно, каждый обновленный видеоконтент, в данном случае брифинге, можете в комментариях его указать. Я постараюсь, соответственно, добавить, если он будет действительно не совсем уж оригинальным и действительно пользоваться спросом со стороны других представителей нашей трейдерской аудитории. Начнем мы сегодня, как и всегда, с нефти. В частности, вчерашняя торговая сессия – это снижение для всего рынка углеводородов. И Brent и WTI у нас были в минусе в рамках дня. Закрытие Brent 56.29, сейчас актив торгуется на отметке 56.44. Конечно же, с огромным удовольствием бы поделился с вами каким-то интересным новостным фоном, который актуален сейчас, нов для этого рынка. Но, к сожалению, в целом фундаментальная картина не меняется. И рынок просто продолжает вертеть один общий фундамент и триггер для всего рынка – это энергетический пакт, сделка ОПЕК-соглашения, которая направлена на решение проблемы с перепроизводством и перенасыщением. То есть эта сделка была достигнута еще в конце прошлого года. Но каждый раз, когда кто-то хочет объяснить, что же происходит с нефтью, даже в рамках одной торговой сессии, все вспоминают про этот новостной афон. Я хочу отметить то, что на рынке сейчас присутствует позитивное настроение в отношении нефти. И многие считают то, что Brent и WTI продолжат расти. В частности, поддерживаются эти ожидания комментариями, собственно, генерального секретаря ОПЕК Баркинда, которые были сделаны в ходе выступления на конференции в Лондоне по тематике нефти и газа. В данном случае он отметил то, что соглашение обязательства сейчас выполнено уже на 90%. И это крайне эффективная сделка. Это действительно тот самый фундаментальный базис, который может решить проблему с перенасыщением и восстановить этот баланс между спросом и приложением. Хотя он также отметил, что пока что нет еще никаких оснований и причин для того, чтобы обсуждать, соответственно, возможность продления этого энергетического пакта и соглашения еще на полгода вперед. То есть вы знаете, что сделка от ОПЕК и регионов, которые не вхожут в эту организацию, она сейчас актуальна, она вступила в силу с 1 января и продлится полгода. И вот если к этому моменту проблему с перепроизводством решить не удастся, то есть если предложение продолжит расти, ее могут продлить, ну, может быть, конечно же, на еще полгода. В частности, Баркинда отметил то, что пока говорить об этом не стоит. Еще очень важный момент. Почему-то умалкивают еще относительно того, почему же обязательства по прошествии двух месяцев еще не выполнены на 100%. И я хочу предложить вам комментарий другого представителя ОПЕК, в частности, министра нефти Катара, который отметил то, что нехватка вот этих 10% это следствие того, что регионы, не вхожие в организацию ближневосточных артерий, организацию ОПЕК, на самом деле ограничивают добычу не в тех объемах, в которых должны были в соответствии с обязательствами. Я думаю, что через подобный комментарий тень легкая была брошена на Россию. Действительно, если мы посмотрим сейчас объемы добычи в России, они продолжают расти. Кто-то позабыл об условиях сделки и, соответственно, продолжает, собственно, придерживаться тех, опять же, ориентировав, направленных на потенциальное увеличение доли и поднятие планки по добыче. Если в ближайшее время все-таки вот эта солидарность не станет основополагающей идеей того, что нужно соблюдать условия безукоризненно и беспрекословно, я думаю, что все убедятся в том, что сделка ОПЕК, она была, конечно же, первым за многие годы серьезной попыткой повлиять на энергетическую конъюнктуру, но все-таки есть, опять же, проблемы в солидарности позиций и есть чисто элементарный, обычный, понятный, прагматичный интерес тех регионов, которые, вот, к примеру, не участвуют в этой сделке и, конечно же, пользуются теми благами, которые возникают из-за того, что одни представители выходят из этого рынка, освобождают им долю, они ее стараются заместить. Я плавно так намекаю вам на те добычи, которые, те уровни производства, которые у нас уже обозначены в рамках США, ну и еще мы говорили про Нигерию и Ливию. Поэтому мы, конечно же, так же, как и все трейдерское сообщество, будем следить за развитием ситуации в отношении вот этого энергетического пакта, но, как и раньше, я даже не стараюсь найти какой-то скепсис. Я считаю то, что он, в принципе, находится на поверхности, достаточно только вот глубже окопнуть. И даже самого факта того, что эта сделка направлена на снятие 1,8 миллиона, ну, вы понимаете, что это в прямом смысле капли. А в море этого недостаточно на фоне тех объемов, которые были достигнуты по добыче. Еще один фактор давления на нефть – статистика по запасам нефти. У нас вчера частная оценка, точнее, не вчера, сегодня, ранним утром, можно даже сказать, ночью по московскому времени, плюс 0,88 миллиона, то есть запасы продолжают увеличиваться. Я думаю, что они уже подбираются в планке 520 миллионов. Это, как я и отмечал вчера, максимум с 1982 года. Сегодня официальная статистика, более объективная, важная, в 7, 19.00 по Москве, то есть в 7 часов вечера. Полагаю то, что картина в целом не изменится. И факт сезонного обслуживания нефтедобывающих терминалов, высокие показатели импорта, то есть это причины, которые и являются аргументами для того, что запасы продолжают расти, это все выведет нас сегодня на еще один релиз со знаком плюс и, надеюсь, продолжит оказывать давление на котировки нефти. Сейчас бренд находится в явном замешательстве относительно того, куда двигаться. В принципе, нулевая динамика, но полагаю то, что движение пойдет и, надеюсь, то, что вниз. Рубль тоже поглядывает за, соответственно, нефтью, точнее, не поглядывает, а полностью сфокусировано на том, что происходит с этим активом. В общем, относительно национальной статистики и тех действий, которые предпринимались в монетарной областях, мы уже с вами говорили много, ждем какой-то вразумительной, более выраженной динамикой со стороны рынка черного золота, потому что бренд уже которую неделю топчется, в принципе, на одном и том же месте, с локальной поторговкой, там, полтора доллара. И нужно, конечно же, уже определяться с направлением, я надеюсь, что направление будет вниз, и, соответственно, мы будем закрывать этот месяц уже с уходом на марта через потенциальную поддержку еще доллара по паре USDRAP выше отметки 60. Нам нужно оказываться снова выше этой планки. Евро против американца. Сейчас котировки 1.0562. Мы видели то, что вчера всю торговую сессию европейского улета была под давлением. лоу, да, 1.0493, то есть евро провалилось в поддержке довольно важной, мощной, психологической, как угодно ее можно называть, отмечая статусы, важности, значимости этого уровня. Но это действительно так. Евро снижается 1.05 и даже то, что сейчас котируется выше, это не повод говорить о том, что европейская валюта толкнулась. Евро находится в нисходящем тренде. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете то, что причин много. Во-первых, это и политическая составляющая, евро находится под давлением рисков, опять же, грядущих выборов. Нас очень интересуют выборы во Франции. Трейдеры, участники рынка, вы и я уже научены опытом того, что сейчас притворяются в жизнь в самой невероятной сценарии, всерьез допускают то, что победу может на выборах одержать Мари Липе. Что станет, опять же, по сути, высланной ковровой дорогой для референдума по выходу Франции из состава Европейского Союза. Эти риски присутствуют. Второй момент давления на евро – это продолжающиеся комментарии со стороны высокопоставленных чиновников РС, которые единогласно уже высказываются касательно того, что американская экономика находится в таком хорошем состоянии и на таком бусте экономическом подъеме, что ставки нужно уже повышать. В частности, вчера у нас была возможность последить за конференцией ПАУС, который также отметил, что основания для таких изменений есть. Поэтому ожидания того, что ставка будет повышена уже даже по итогам следующего заседания ФРС, которое состоится в середине марта, они также будут способствовать ослаблению рисковых инструментов. Третий фактор давления на евро – это национальная статистика. Вчера вышли очень важные отчеты для еврозоны, это данные по инфляции. Общий индекс потребительских цен вырос до 1,8%. Это максимальное по-прежнему значение за последние несколько лет. И важное замечание заключается в том, что, по-моему, впервые с 2013 года инфляция выросла буквально во всех странах Европейского Союза. Но в то же время европейская валюта не получила должной поддержки после выхода этой статистики. Почему? Потому что параллельно с общим индексом вышел базовый показатель инфляции, который является основным ключевым фактором, ориентиром для определения дальнейшего вектора европейской монетарной политики. И мы помним то, что Драги уже говорил, что без роста базовой инфляции не стоит задуматься о ужесточении монетарной политики в рамках Европейского Союзного банка. Вчера базовая инфляция в месячном выражении, как стало известно, просела на 1,7%. Вы представляете, как это много? Этот индикатор отбросила от цели Европейского Центрального банка в 2% и еще дальше. И вынудила вчера Европейский Центральный банк сделать комментарий касательно действующих экономических стимулов, обозначив, по сути, нулевые шансы на то, чтобы досрочно выйти из действующей программы количественного смягчения. Поэтому европейская валюта, невзирая на рост, который был зафиксирован к концу вчерашнего дня, будет продолжать испытывать давление. Евро, соответственно, продаем. Фунт против американцев. Вчера вышли данные по ВВП. В частности, я говорил, что высокая инфляция является причинной и тормозом для роста заработных плат. Недостаточное повышение данного индикатора может сказаться на потребительской активности и привести к более скромным показателям по ВВП. В общем, вот эта логическая цепочка вчера была закольцована фактически отчетом по ВВП. И как мы с вами ожидали, статистика оказалась хуже, потому что в годовом выражении ВВП Англии составил 2% против прошлого 2,2%. Есть также еще версия, что фунт оказался под давлением. Да, я признаю, и в принципе это стоило ожидать. Но говорить о том, что снижение фунта продолжится дальше, пока еще преждевременно. Как и раньше, я считаю, что мы сможем использовать еще потенциал как осочного восходящего ралли и способствовать этому будет еще и логика, которая сейчас присутствует на рынке. Это только сравнение динамики фунта с поведением, которое показывает пара евро. В частности, вы знаете, что эта пара снижается. Вот вчера мы даже оказались ниже очень важного уровня двухсотневных скользящихся средней. Для кого-то это серьезный сигнал того, что снижение продолжится и дальше. То есть сейчас трейдеры будут больше фокусироваться на, наверное, более системных сейчас проблемах политического характера, связанных с выборами в Европейском Союзе во Франции. И нивелировать с этим станут риски и опасения, связанные с брейстом. То есть дальнейшее снижение данной валютной пары, я считаю, может быть фактором поддержки для фунта. Поэтому, как косрочно, мы с вами снова, как и раньше, ждем уровень 1.2650-1.27. Я надеюсь, что сможем до него добраться. USDCAD у нас как пара продолжает расти, потому что здесь и нефть снижается, здесь и прежние риски, связанные с протекционизмом. Вчера еще подвела статистика, роничные продажи, как и в принципе было ожидаемо, просели на 0,5% против прошлого роста на 0,3%. То есть сейчас тормозить и, по сути, ограничивать рост канадца будет еще и довольно слабый фундамент. Я предлагаю дождаться завтрашнего отчета по инсу потребительских цен, убедиться в том, что инфляция остается на скромных значениях, но не на тех, на которых могла бы быть, и снова спекулировать на возможных действиях Банка Канады по поводу экономических хостимов. Об этом поговорим мы уже более конкретно в понедельник, ну а завтра еще раз пробежимся по основному фундаменту. Ну и доллар японская иена. Здесь стоит отметить вчерашние протоколы. Я искренне надеяться на то, что протоколы, будучи свидетельством, опять же, повторением риторики Джанет Йеллен, которая была обозначена еще неделю назад, станут причиной роста для американца против иены, мы не увидели роста, ну и хорошо, что не увидели серьезной слабости. По сути, если говорить про ценовые значения, доллар иена торгуются на тех же самых уровнях, что и днем ранее. 113.24 сейчас, и я надеюсь, что мы все-таки пойдем к отметке более высокого сопротивления 115. По протоколам на самом деле ничего интересного обозначено не было. Ну то, что единогласная, по сути, ну может быть за редким исключением отдельных представителей позиция ФРС заключается в том, что повышение процентной ставки уместно. То, что все высказались и отметили тот факт, что несмотря на присутствующую неопределенность политического характера, связанную с президентством Трампа, все равно риски для американской экономики сбалансированы. Поэтому стоит дальше поглядывать на национальную статистику и искать, опять же, поддержку вне для решения ФРС по поводу повышения процентных ставок. Поддержку мы с вами уже нашли давно. Я надеюсь, что ФРС уже перестанет искать, скажем, проблемы там, где их нет. И смириться с тем фактом, что действительно американская экономика наконец-таки достигла того самого состояния, когда готова выдержать несколько повышений процентной ставки. И нужно повышать уже сейчас. Вы помните комментарии Розенгана. Я о ней говорил вчера, что это оправданная позиция, потому что если ФРС будет медлить, то инфляция не просто достигнет целевого значения, а кажется выше. Из комментариев вчера, в принципе, к нашей плеяде, тех представителей, которые лоббируют идею ужесточения монетарной политики, Розенга, Денис Локарт, Лоретта Мейстер и Харпер, вот подсоединился еще и в Пауз. Положаем копить вот эту коалицию тех, кто будет, опять же, обеспечивать, я надеюсь, рост доллара и вести нас к прибыли, потому что мы хотим увидеть профит по длинной сделке по доллару японской иены. Хочу отметить еще один инфляционный банк, он интересен для нас, потому что я давненько не обращал на него внимания, потому что ничего интересного, в принципе, не было. Но вот после, опять же, протоколов, после серии сильных отчетов, которые мы анализировали с вами по американской экономике, я имею вороночные продажи инфляции на прошлой неделе, Бенки Прибат отметил то, что склоняется, поддерживает идею того, что в этом году ФРС трижды повысит процентную ставку. Ну, по их прогнозу, это май, это сентябрь и декабрь. И считаю то, что в 2018 году мы увидим даже четыре шага. Ну, до 2018 еще дожить надо, давайте дождемся хотя бы двух повышений в 2017. Ну, факт остается фактом. Инвестиционные банки склоняются к идее ужесточения монетарной политики, потому что, так же, как и все, не видят оснований и аргументов, из которых ФРС мог бы отказаться от подобных инициатив. Из важных отчетов сегодняшнего дня заявки у нас на пособие по безработице в 16.30, в 16.35 выступление Дениса Локарта, но мы знаем, в принципе, его позицию, озвученную еще двумя неделями ранее. Я уверен, что риторика не изменится, но надеюсь, что доллар все-таки не устал от того, что говорит этот представитель ФРС и получит поддержку от его слов. И в 19.00 у нас запаса нефти в США, ждем повторения статистики API, ну, может быть, даже с большим плюсом, и ждем давления на котировки нефти. Еще раз напоминаю то, что вам доступен бонус на пополнение в честь праздника 23 февраля. Этот бонус актуален и действительен до конца завтрашней торговой сессии. У нас из важных отчетов до конца, собственно, этой недели еще Baker Hughes, статистика завтра по нефтиным платформам, и отчет по инфляции в рамках Канады. Вот это релизы, которые на повестке завтрашней торговой сессии, то есть завтра на брифинге о них отчасти поговорим. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Удачной вам торговой сессии, прибыльных сделок. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»